рада вас видеть всех как вы быстро собрались даже не успели послушать первые слова песни которые показывают какая тема урока для сегодняшнего дня выбрана спасибо большое что пришли поменяли деле пришли сегодня завтра с божьей помощью моей младшей дочке рожать день рождения и поэтому мне пришлось перенести шалом всем и у меня сегодня еще после вас два урока поэтому я начинаю прямо сейчас мы сегодня с вами будем говорить шалом всем о недельной главе бояшлах и из нее я выбрала определенную тему которая мне кажется настолько сейчас в наше время которое мы проживаем актуально каждому что вы спасибо большое что вы каждый возьмете с этого урока что-то для себя и надеюсь вам это даст какое-то душевное спокойствие такое же как дало мне изучение этого урока итак мы сегодня с вами будем говорить про страхи как они нас окружают как с ними бороться надо ли вообще с ними бороться и начну я с истории раввин который преподает в классе решил сделать открытый урок отправился со своими учениками в лес и решил им там рассказать историю как не историю а преподать урок как надо не бояться и он сказал что везде надо быть уверены что всевышний с вами что ничего не может просто так случиться даже если сейчас из-за угла выйдет медведь волк леса мы должны знать что все к лучшему и быть уверены в том что всевышний нас спасет и вдруг не успевает он это договорить из кустов появляется медведь гризли огромный коричневый и направляется к ним раввин 1 кто не подумал ни о чем забыл все что он говорил до этого и забрался на дерево ученики разбежались через какое-то время не все встречаются в классе естественно повис не мой вопрос это ведь вы только что нас учили что надо быть уверенным во всевышнем я был уверены во всевышнем но медведь же об этом не знал о уже все страхи прошли класс у меня еще не отводи научите в общем когда в нашей жизни происходят страхи а к сожалению 2020 господь год принес нам жизнь очень много страхов переживаний мысли в пессимистическом таком направлении в котором мы не привыкли думать мы понимаем что это эти мысли они ходят за нами у нас постоянные страхи а что произойдет а если кто-то в очереди тех чихнула вдруг он больной корона если у дитё поднялась температура что он скажет врач результаты каждого анализа даже если мы планово их сдаем мы ожидаем как будто лишь бы лишь бы ничего не сказали лишь бы никакая не болезнь там не было хаз ваше лом ребенка с учителя вызывают школы вы первым делом думаете наверное он провинился наверное что-то случилось когда на работе начинают говорить про сложные времена вы первым делом думаете так наверное сейчас начнут увольнять наверное начнут с меня как я буду кормить детей а что будет с мужем в общем все что в мире сейчас происходит одно все ведет к нас тому чтобы мы погрузились постоянный страх и иногда он настолько обладевает нашим сердцем что мы уже не можем и с ним совладать я не говорю с вами про страхи полета пауков змей это глупые страхи которые человек когда он поработает над своими страхами он поймет что нечего бояться что где-то есть этому какая-то предыстория может быть я говорю про постоянные мысли о том что сейчас вот 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 что это пойдет не то жизнь пойдет вообще в непонятном направлении и что я буду с этим делать я хочу сказать что страх он не настолько страшен потому что это очень важное качество и она сильнее чем любовь она сильнее чем мы любое другое чувство и всевышняя нам дала это для того чтобы мы охраняли свою жизнь и исполняли тем самым заповедь охраняя свое тело охраняя свою жизнь нет ничего важнее человеческой жизни когда человек лучше как говорится перри испугаться больше чем испугаться меньше человек который боится он остерегается опасностью он не переходит дорогу на красный свет он дать дважды подумает перед тем как что-то сделать в принципе чаще всего это чувство она защищает нас и предостерегает каких-то опасностей но в нашей недельной главе почему именно здесь я взяла с вами разобрать эту тему страхов написано про якова нашего пройца пять слов про то как он боялся на русском это примерно звучит так и устрашился яков и стала ему страшно и стала ему тяжко это два разных слова с синонимы с одним смыслом и когда наши мудрецы доходят до разбора этого пасука вторе все как один начинают говорить нет он неправильно сделал как он мог бояться да это вообще не по-еврейски и приходим мы обычные люди со своими проблемами и спрашиваем их ребят а шо значит не по-еврейски то есть петь и васечкину соседнего подъезда можно бояться а я такая видите ли звезда ничего в этой жизни не пойми не боюсь вы только як на улицу без маски например как иудаизм смотрит на страхе надо ли с ними бороться надо ли увеличивать их для того чтобы продлить нашу жизнь об этом все мы будем с вами сегодня с божьей помощью говорить ok почему еврей не боится как я знаю что еврей не боится потому что есть очень много песен и очень много мудрецов которые сказали определенные фразы положенные потом на музыку то с чем я в своих детей утром бужу если бы вы не дай бог не собрались так быстро на урок вы бы успели послушать тоже эту песню миши мамин лома пахает тот кто верит не боится у быть уверенным во всевышнем он тебе поможет человек который доверяется всевышнему его сила всевышнего крутит его не дает упасть куча разных мотивирующих выражений которые ничего в нашей жизни не меняют ну сказали мне мудрецы тот кто верит не боится я верю я боюсь я боюсь всего правда я боюсь что будет завтра что будет материальном плане что будет будущее моих детей сейчас такое поколение сумасшедшее что я боюсь думать как я буду живы жените выдавать замуж своих детей какие вообще не дай бог истории в нашем мире происходит эти страхи никуда не уходят почему я кого так мудрецы как искать плохо в общем о нем думают когда когда он боится и не факт вообще что религиозный человек который верит он с меньшим количеством страхов сталкивается в жизни ведь вера пейсы длинная я не знаю черное платье она никогда никого не защищала наверное в этом есть какой-то более глубокий подтекст что нам надо понять из того вообще можно ли бояться и как это правильно делать история начинается с того что яков после того как он украл у эйсава первенство благословения его мама говорит слушай убегая дома потому что эйсав настолько возбужден сейчас что он может тебя убить и убежал яков сначала в ешиву шемаевера где он учился 10 лет после этого он решил что пришло время жениться и он отправился к лавану и эту историю мы с вами уже разбирали на прошлом уроке когда он ищет все жену сначала за лею 7 лет работает потом за рахель 7 лет работает потом 6 лет он еще со всеми женами и детьми живет там у лавана пока не он не видит знак что надо возвращаться в израиль и вот прошло 34 года 10 и 14 и он решает возвратиться и он понимает что легко не будет что эйсав жив что он его ждет интересно он уже это забыл или не забыл он это уже проработал с психологом свои детские травмы или нет как мне не подставить под опасность себя жен детей и все это богатство которое я с собой веду и он посылает перед собой посланников для того чтобы они проверили в каком состоянии находится эйсав помнят или забыл они возвращаются с плохой вестью мало того что исафф не забыл он еще города и улицы в этих городах назвал определенными названиями которые постоянно напоминают ему о том что сделал ему якуб чтобы ни на секунду не забыть кроме того он за секунду до того как после того как узнал что ты якуб идешь назад в израиль он собрал войско из 400 террористов и идет к тебе на встречу он мог справиться с тобой сам но он взял с собой 400 головорезов чтобы не осталось ничего нет твоих детей не от твоего скота чтобы травинки от тебя и памяти о тебе не осталось и тогда яков испугался и охватил якова страх и испугался он ну в принципе нормальная история любой человек бы испугался даже в менее стрессовой ситуации когда наши комментаторы рассказывают эту историю они еще приплетают сюда не менее важного человека мошера бэйну о котором тоже сказано что он испугался целых два раза как когда эти два раза были первый раз когда мошера бэйну живя во дворце фараона вышел во двор прогуляться и увидел как египтянин бьет еврея он за него заступился и убил этого египтянина в защиту еврея когда он понял что произошло он закопал это тело песком и пошел в дворец это как-то все пережить на следующий день он выходит и в этом же дворе он видит как два еврея дерутся между и да я похожий урок давала правда светлана спасибо большое значит выбор постоянный слушатель мне просто показал что эта тема очень актуально в наше время она будет в другом свете звучать сейчас но вот видите первый раз я даю похожий урок и сразу вы заметили с вами шутки плоти окей продолжаем потом он выходит и видит что два еврея ссориться между собой это был дата на верам два нечестивых еврея с которыми наш мошер будет сталкиваться до недельной главы корах когда с божьей помощью они уже сгидут в непонятке и он делает им замечание не положено двум евреям так друг с другом разговаривать они от поворачиваются на него и говорят ого тебя следует опасаться чувак мы видели что ты сделал вчера если тебе кто-то переходит дорогу ты тут же его убиваешь и закапываешь и убежали и написано и охватил мошер обейну страх что фараон его накажет и следующее предложение и стало известно об этом фараону это первый случай когда мошер боится второй случай на входе 40 лет после всех чудес когда он уже после растопившегося моря мана небесного перепелок всего чего угодно они уже перед входом в израиль было известно муж и что там находится огромный великан и со всевышний говорит муж и не бойся я дам тебе этого великана в руки говорят наши мудрецы что такое не бойся кому говорят не бойся не бойся говорят человеку который боится то есть это второй раз когда мошер обейну поджимает хвост пугается и не знает как совладать с этим чувством так что во первых я вам хочу сказать что все кто сталкивается со страхом шалом наталья рада вас видеть все кто сталкивается со страхом это нормально это было присуще даже нашим главам поколения но когда и разбирают нам эти истории они якова ему ше называют бне адам бне адам это человек бен адама сын земли так назвали адама первого человека бен адам человек это вообще самый самый нижний уровень когда называют оба сапиенс я не знаю и вот когда они разбирают из ситуации они называют мошей якова бен адам приходим мы читаем грунт бен адам вообще понимаете о ком вы говорите про якова и про мошей что такое бен адам не говорят мы их так называем потому что нечего брать с них пример потому что здесь они поступили настолько низко настолько не свойственно настолько неправильно что когда шалом всем новоприбовшим надеюсь вы сейчас поймете середина о чем мы к чему мы ведем когда эти два праведника пугаются боятся и боятся нормальных адекватных вещей только тут же приходит и мне неправильно чуваки вот когда вы на них смотрите вы с них пример не берите и мы задаем вопрос но они же реально боялись таких вот настоящих вещей реальных вещей опасных вещей когда я слышу что человек не боится летать на самолете в принципе у меня есть ему что сказать чувак посмотри статистику за рулем автомобилей в бен адам это нормальный человек да нормальный человек выскажите мужа и якова можно назвать нормальный человек я нормальный человек они нет так вот чего они боялись на самом деле если мы заглянем вообще во все во все эту историю то как и сава не боятся яку знал с кем он живет яков прожил с ними под одной крышей достаточное количество времени в 15 лет написано что когда их дедушка авраам умер эйсав приходит домой весь в крови и очень-очень уставший в это время яков варил своему папе и цхаку похлебку из чечевицы не будем в это углубляться человек не дай бог ни о ком не будет сказано который сидит трауру по какому-то человеку принято есть круглые вещи так вот он взял круглую чечевицу и варил из него похлебку и когда пришел и сам грязный испачканный злой уставшие сказал я хочу этой похлебки и очень голоден яков не долго думая сказал ну хорошо ты меня первенство а я тебе похлебку на что 100 что отвечает айсав зачем мне это первенство я все равно умру скажите мне пожалуйста если хазов шалом вам ребенок в 15 лет начинает говорить про смерть про то что все мы все в мире тлен и прах мы его тут же берем за руку и ведем к психологу почему ребенок 15 лет вдруг посреди жизни начинает говорить о смерти потому что говорят наши мудрецы он столкнулся с смертью как он столкнулся он вместо ешивы прогуливал занятия ходил в лес на охоту там тоже в этом лесу охотился немрод царь всей земли и немроду поклонялись падали перед ним все животные благодаря чему не благодаря его харизме а благодаря тому что у него были особенные одежды которые вот мы с вами уже сказали да мы шея яков нормальные мы не нормальные ладно есть в этом доля доля правды спасибо фельд адам и хава они были без одежды когда они согрешили всевышний дал им определенные да светлан да вы правы всевышний им дал определенные одежды и эти одежды потом передавались из поколения в поколение через главы сначала у ноаха потом у шема пока эти одежды не получил царь земли немрод и сам вот так захотелось эти одежды что он не долго думая взял стрелу взял лук пыльнул этого немрода убил снял с него одежда дел на себя и он почувствовал такую святость такой кайф такое запах рая что спасибо большое амэн что он решил и в этих одеждах я не буду работать я не буду охотиться я буду эти одежды одевать когда буду заходить к своему отцу яков это нормально что он боится потому что он знает с кем он имеет дело и кто с ним из одного чрево извините вышел нормально что боится мушера бэйну потому что он знает кто такие да там аверам он знает кто такой фараон он знает кто такой этот великан огур нормально бояться этих вещей кроме того что это природа объясняют наши мудрецы что у якова в принципе было две логические причины почему он боялся ведь причины раскрываются из вот этих вот двух слов которые я вам привела и испугался яков и тяжко ему стало примерно так это звучит где мы слышим слово боятся свойственно какой заповеди бойся отца и мать чтобы не обидеть их до примерно когда говорят про уважение родителей надо родители не только уважать но и бояться и тем самым яков говорит я боюсь что несмотря на то что ашем не обещал что все будет хорошо несмотря на то что я праведник и старался учился и вообще лапочка лапочка у меня есть два промаха два греха за которые я боюсь что ашем оставит меня без обещание без благословения первый грех это уважение родителей и мы с вами кожу и одежда которая потом перешла на хон все правильно феликс все что вы говорите это да сейчас правильно но я хочу сказать что есть много комментариев на тору есть много объяснений всем этим на каждое слово есть очень много объяснений я беру именно то которое на мой взгляд подходит под данный урок правильно есть и почитай и босси это две разные заповеди проведенные в торе я вам могу потом дать ссылку так вот яков мы знаем что исаев несмотря на то что он был раздолбаем написано в талмуде что до сегодняшнего дня нету ни одного человека кто исполняет заповедь почитания родители почитания отца также как делал это эйсап не было его в этом и равных не до не после него потому что то как уважал отца эйсап то как почитал отца эйсап до сих пор такого не было и даже когда этот ребенок который уже знает что такое в 15 лет убивать и у него брат забирает первородство и забирает благословение что он говорит я бы его сейчас убил но не хочу я травмировать отца при его жизни это единственная причина почему этот мальчик сдерживает себя не убивает якова и дает ему убежать и все вот эти 34 года когда эйсап исполняет эту заповедь и почитать и бояться родителей яков эту заповедь не он боится того что он не боялся он боится того что он не почитал и у исава есть над ним невероятное превосходство и вы знаете наверно есть такой хасидут гур вот до гура был хасидуэ хасидут который называется пшисха смешное название он так и называется хасидут пшисха и рабе этого хасидуда его так и звали святой из пшисха рассказывается про него что один из уроков которые он вел в ешиве у него было такое что он ведет уроки вдруг он уходит в астрал задумывается его мысли где-то летают и вот из один из таких моментов один из учеников решил что пока рав что-то думает что-то решает какие-то я не знаю секреты тора с ангелами учит он воспользуется этой паузой потому что иногда она может быть и 5 и 10 полчаса и побежит домой потому что утром его мама просила ему помочь снять что-то сверх них полок и спустить а он так не хотел опаздывать на молитву что он ей отказал сейчас он воспользовался моментом побежала когда он вернулся раввин открывает глаза и говорит подойди а где ты был у того все опустилось не бойся скажи мне где-то был я помогал маме я так и думал откуда вы знаете ради потому что когда ты зашел рядом с тобой тебя сопровождал ангел оба и оба и это был большой большой праведник который не нарушил ничего в своей жизни но что не удостоился он заповед возможности исполнить заповедь уважение родителей потому что папу папа у него непонятно где мама умерла при родах и не было у него ни одного дня когда он мог исполнить эту заповедь когда он поднялся ко всевышнему ему должны были дать самое уважительное место в раю всевышний сказал извини но ты не исполнил ты не виноват но ты не исполнил эту заповедь и тогда абая взял на себя что каждый человек который идет исполнять заповедь уважения родителей он будет его сопровождать тем самым как будто наполняя себя как будто он делает эту заповедь что мы знаем то есть я слава богу не знаю у меня замечательная семья замечательные родители мне никогда не было сложно исполнять эту заповедь но я вижу знакомых и друзей я понимаю что у многих это очень большая сложность так вот знаете что вместе с вами всегда этот мудрец этот пророк который сопровождает вас помогает исполнять эту заповедь и второе слово оно намекает нам на второй грех который сделал яков мы с вами уже об этом говорили в прошлом году мы говорили вот кто уже слышал уроки в прошлое в прошлые годы яков взял себе в жены двух сестер что чистым текстом тоже запрещено и он знал об этом и по этому говорят наши мудрецы к сожалению почему рахель умерла в столь юном возрасте не успев родить больше детей не успев пожить вместе с яковом даже если они уже исполнили там программу максимум 12 детей она просто могла кайфовать воспитывая своих двух сыновей почему она умерла потому что когда яков зашел в израиль израиль земля святая она как будто бы выплевывает людей которые грешат она не может на себе терпеть грешников и к сожалению лея была первой женой то есть официальной второй женой не официальной не неправильно и потом и было рахель и поэтому при входе в израиль она умирает и он мы-то все смысла с вами знаем что было объяснение всему и что яков очень уважал маму что двух жен он взял не просто так ну что на сердце у него была терпка это наверное повлияет на то что все вышли не будет мне помогать я вам расскажу сейчас небольшую историю в хабаде принято очень делать шли худ шли худ это посланничество напоминать себе каждый раз что мы живем не только для себя у нас еще есть в этом мире миссия что мы должны второе женой которая была служанкой это уже не тот статус третья жена агаре лектура она была после смерти сары что это уже одна после 2 они постоянно нельзя я не говорю про многоженство нельзя брать двух сестер почему потому что они возненавидят друг друга а нормальное состояние это когда сестры любят друг другу уважают общаются ходят вместе на шоппинг как только две сестры делят одного мужа они превращаются в двух ненавистец и второе сказано не делай сестер ненавистец нет такого слова но просто хочу чтоб вы поняли двух сестер брать жены нельзя почему он это сделал потому что он видел как рахель уступил аллея что это две сестры совершенно из другой оперы они не будут друг друга ненавидеть они будут поддерживать и поэтому он принял такое решение неважно так вот кроме того что в хабаде принято ехать в другие города помогать евреям приближаться вот мы 10 лет были шалеха и шалеха и например в киеве еще принято что мальчик после того как получится в ешиве на месяц-два есть организация которая отправляет эту молодежь в разные маленькие города в которых ну не рентабельно держать постоянных посланников потому что там есть небольшое количество евреев для того чтобы они завезли мацу свечи на хануку снабдили им всем еврейским дали какое-то учение и уехали дальше по своим делам так вот два парня рассказывает что они поехали в калифорнии есть там такой парк огромный известный чудо природы и сэмити и перед тем как туда ехать они спросили а что есть еще в этом районе уравина и он сказал известно мне что там живет одна еврейская семья которая не имеет связи с иудаизмом но будет хорошо если вы туда зайдете потому что это знаменитый адвокат и может быть он примет вас легко и вы сможете сделать шли ход в общем они решили перед тем как они едут в этот парк они заходят в этот дом к адвокату накладывают ему тфилин говорят пару слов а потом в этом парке они расставляют стол с кучей разных книг брошюра свечей и каждого встречного ты еврей ты еврей давай я тебе помогу давай наложу тфилин давайте одену кипу давайте дам еврейское имя но в общем это все очень экспрессивно они приходят в этот дом и правда это шикарный дом вилла открывает и двери этом не молодая пара муж женой они накрывают стол эти хабанники начинают что-то им рассказывать по торе и видно что этот адвокат сидит и что-то у него на душе вот что-то он хочет сказать но не говорит и шумуэль хабанник что вы хотите сказать скажите что у вас на душе он да ты знаешь я мало в жизни встречал раввинов может даже и ни одного настоящего но я вас ненавижу окей объясни пожалуйста если ты не встречал как ты можешь ненавидеть неизвестное тебе он говорит ну есть у нас одна единственная дочка и она поехала учиться в нью-йорк престижный университет и там были хабанники которые приблизили ее из-за одного она вышла в замуж и она так вошла в эту веру что она прервала всякую связь с нами такое бывает такое неправильно такое торой не поддерживается всегда надо делать все возможное для того чтобы продолжить с родителями общение и возможность их уважать но она так поступила и вот у нее родились дети они никогда не видели своих внуков тот ему начал рассказывать что вера во всевышнего и какие-то он слова пытался найти но естественно это все было не в тему наложил ему первый раз твилин и они решили двигаться в парк когда они ехали уже к месту назначения они увидели что дорога перекрыта и там что-то произошло и в этот парк нельзя зайти и они решили вернуться домой и настроение у них было ужасное и они вместо того чтобы наложить твилин ста людям я не знаю тысячу евреев приблизить они поговорили только с одним мужчиной который вообще непонятно принял он понял это или ничего не понял и в общем они вернулись домой забыли про всю эту историю и вот в один из дней это было примерно 30 лет назад они собрались на и твадуте на вечеринке хасидской и в честь дня рождения раби и один из представителей там один из гостей он постучал так по бокалу и сказал можно сказать я хочу вам рассказать одну историю про хаббатских шалехов про нашу силу у нас вообще не есть молодая пара где женщина прервала всякую связь с родителями потому что вернулась к вере ее родители этого не признавали и вот прошло уже много лет ее дети начинают праздновать бот мицва бар мицва совершеннолетие еврейское и она понимает что ей очень хочется опять возобновить связь с родителями чтобы они были частью этой радости и она написала письмо раби и поделилась с ним тем что у нее на душе как она хочет наладить отношения не прошло и месяца как в этот дом к родителям постучали два хаббатника они настолько тронули сердце этих пожилых людей что на бар мицва на бот мицва они приехали с огромными чемоданами кошерных сладостей поселились там рядом и больше никогда не уезжали жили вместе так вот все что эта история учит нас что этот мир это не джунгли этот мир это не колесо американские горки которые которые непонятно куда поедут под каким углом и на какой скорости мы все с вами боимся потому что мы представляем что мы живем в непонятное время в непонятном месте непонятно что произойдет завтра нам кажется что мы сами ответственны за все что если мы утром не встанем на работу то все провалится если мы вовремя не сдадим анализы то там точно какая-то болезнь если мы мы постоянно живем в мире и в чувстве все вокруг балаган что все вокруг бардак что только мы ответственны за нашу жизнь что если не я то кто приходит тора и говорит успокойся этот мир не джунгаль в этом мире есть создатель у которого нету ошибок у которого нету ой случилось ой нечаянно ой так получилось нету такого в этом мире настолько все как часы работает правильно и все что должно случиться но случится и все что не должно случиться она не случится мы должны успокоить себя тем что во первых в этом мире есть создатель который за каждым из вас следит лично и этот создатель он хороший он любит нас так же как любой художник любит свою картину как любой человек в искусстве он любит свое творение также всевышний любит нас он не создан нас как компьютерную игру кто сильнее кто кого убьет кто кругу кто какой уровень быстрее пройдет нет вообще для всевышнего любима и нету в этом мире вместо страху потому что мы перед под постоянным присмотром всевышнего который никогда не желает нам зла и это чувство должно нас успокаивать нету такого что кто-то заберет ваш заработок потому что вы дожили сейчас до этих дней до сегодняшнего момента воде то вы накормлено у вас есть все необходимое с божьей помощью это не потому что вы рвали себя на работе это потому что всевышний вас обнимал все это время давал вам правильную работу правильных людей правильную жену правильных детей и правильное место жительства и людей которые вас окружают если до сих пор он это давал откуда у нас есть это боязнь что вот это должно пройти что вот что-то нечаянно в этом мире нету случайно вы понимаете нету любая случайность это заведомо 570 лет запланированная назад вещь которая заведомо было известно что у нас нами случится и кроме того что всевышний он добрый всевышний он нас любит и ничего с нами не случится просто так раби говорит что страх это еще качество которое очень портит нам жизнь вот эти вот все мантры аффимации в которые я не верю и не понимаю они на самом деле существуют потому что слова не имеют силу почему мы когда молимся написано что мы хотя бы должны шевелить губами потому что когда человек выдувает воздух с этими словами они повисают они становятся материальными как будто они имеют силу спасибо один и поэтому когда мы боимся когда мы в мыслях постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами их решаем еще до того как они вообще произошли это страшнее всего потому что это может материализоваться если всевышний видит что наша реакция на этот мир я все сам я за все отвечаю я тогда всевышний год ну пожалуйста хочешь жить по законам природы живи а по законам природы до человек может нечаянно попасть под машину нечаянно я не знаю что то с ним может произойти не дай бог если мы привязываем свои мысли ко всевышнему и постоянно живем с осознанием того все что происходит так всевышний хочет если меня здесь человек какой-то обидел я не должна говорить шмулик козел я должна сказать шмулик выбрал быть посланником чтобы сделать мне то что пожелал всевышний и первую очередь когда случаются хазовый шалом какие-то проблемы я должна спросить себя не что хотел шмулик мне сделать а что всевышний хотел мне этой ситуации показать может чтоб я проявила свои силы которые я раньше не знал может чтобы я наконец-то открылась и дура начала молиться может быть он хочет показать что он существует и хватит уже думать дважды начни что-то соблюдать начни что-то сделать отправь детей еврейскую школу начни носить маску да все что угодно как рыба я кстати не дай бог в девяносто четвертом году если я не ошибаюсь вообще у нас много таких историй к сожалению но вот то что мне очень сильно запомнилось весь израиль молился за еврейского мальчика которого взяли в плен солдат и папа с мамой были религиозные они хотели пробудить милосердие всевышнего тем чтобы что они пробуждали весь еврейский народ соблюдать заповеди мама просила чтобы все женщины израиля зажигали свечи на шаббат религиозные нерелигиозные чтобы мужчины молились и весь народ в едином целом каком-то духовном подъеме начал молить всевышнего пожалуйста пусть этот мальчик выживет вернется домой и в массе шаббат стало известно что и мальчик и его командир по имени гай убиты и на похоронах мурашки папа нашим ваксон он встал и сказал сложная достаточно вещь что мне кажется она очень подходит для нашей вот сейчас атмосферой темы всевышний он папа и папа слышит все молитвы но у него есть возможность сказать там нет и это правда мы сталкиваемся с с испытаниями сложностями с проблемами и это нормально что мы их боимся но мы должны бояться не проблемы мы должны бояться того что всевышний должен заставлять нас через эти страхи приближаться к нему и всевышний может не заставлять нас молиться проблемами мы можем сами встать мы можем сами вспомнить мы можем сами сделать как раби знает что это эти мысли они приводят до плохого тоже написано у нас в торе сейчас секунду муж и когда мы с вами говорили о что он боялся написано что испугался муж и фараона и услышал фараон очень странная ситуация когда между этими двумя предложениями внутри должно было стоять еще одно предложение испугался муж и фараона дата на аверам рассказали фараону и стало ему известно нет никто не рассказал от одной этой мысли что муж и рабейну подумал что в этом мире все логично что в этом мире все в рамках природы что нету всевышнего хазвы шалом в этом мире что как оно есть так оно и будет всевышний сказать пожалуйста я отхожу ты испугался что фараон услышит и услышал фараон он бы мог не услышать если бы ты понадеялся на меня про вот эту вот уверенность во всевышнем рассказывает тоже историю как один раввин давал вот такой вот ирок наверное новая игра про то как надо быть уверенным чтобы что всевышний поможет и знать это и когда все человек привязывается к всевышнему всевышний дает ему все благословения и один человек настолько близко к сердцу принял этот урок что он уволился с работы купил лотерейный билет и начал ждать пока он выиграет миллион ведь он так верит что всевышний именно сейчас именно с этого лотерейного билета даст ему миллион и вот прошла неделя он не выиграл следующий лотерейный билет он не выиграл он купил третий и приходит крови ну и говорит слушай но все что ты говорила это писты май сос ничего не помогает и наверное где-то меня обманул и тогда это говорит знаешь что а ты уверен что ты уверен во всевышнем извините за 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 тавтологию год конечно я полностью полагаюсь на всевышнем я уволился я забил на все я знаю что этот билет должен выиграть потому что я уверен во всевышнем он год а я тоже уверен что именно этот билет выиграет и он выиграет не миллион на сто миллионов и я настолько уверен что давай так я у тебя сейчас за 50 миллионов покупаю этот билет и ты мне его даешь этот человек думает слушай ну я что фраер лучше там кто это ласточка в руке воробей в общем не важно лучше 50 миллионов чем вообще ничего не выиграть и он говорит конечно я тебе продаю вот в том то и дело сказал равен если бы ты был на самом деле уверен во всевышнем ты бы мне не продал 50 миллионов вместо 100 насколько мы уверены во всевышнем каждый должен следить сам за собой и понимать чувствовать читать свои эмоции насколько он подвластен дурным мыслям насколько он подвластен страху неосознанному непонятному нелогичному когда мы надеемся только на себя забывая что этого мира есть всевышний который не даст нас в опасности последняя на чем я хочу закончить это есть минутка как это минутка изучение в рита есть вы говорите слова да ага да ага это переживание это слово состоит из четырех первых букв алфавита алиф гиммл дали тай какую букву мы с вами пропустили буква бет бет это буква на которая начинается слова бетах он уверенность когда в нашей жизни нету бет уверенности у нас превращается вся жизнь сплошную даму сплошное переживание и то что я вам хочу пожелать ской раз божьей помощью не в риске и этот год заканчивается и и я надеюсь что все все что сейчас происходит потом временно самое главное не забывать кто мы часть какого мы народа и кто наш папа не бойтесь лучше синица в руке чем да 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 красив большое все забыла не бойтесь верьте и дай бог всевышний всех нас благословит на счастливую добрую здоровая благословенную жизни всем хорошей недели спасибо что были со мной и и и и и и и